Так, по вине пешеходов, произошло два ДТП, в которых два человека получили травмы и один пешеход погиб. Пешие участники дорожного движения либо переходят проезжую часть в неположенном месте, причем зачастую даже не посмотрев по сторонам и не убедившись в отсутствии непосредственной близости транспортных средств, либо делают это на запрещающий сигнал светофора. Очень часто пешеходы, особенно дети, не осознают связи между своим поведением, своими поступками на дороге и аварийными ситуациями, которые могут привести к ДТП. Между тем, связь между этим всем прямая. Причиной ДТП становится именно недопустимое поведение, такое как беспечность, недисциплинированность, нежелание соблюдать правила безопасности и пренебрежительное отношение к ним. Также может причиной ДТП стать подражание, то есть осознанное или неосознанное, другим лицам, которые нарушают ПДД. По беспечности автолюбителей на дорогах города произошло 18 ДТП, в результате которых травмировано 27 человек, погибло 2. Выезд на полосу встречного движения, несоблюдение очередности проезда, неправильный выбор дистанции, несоответствие скорости конкретным условиям движения, нарушение правил проезда пешеходного перехода, самые распространенные причины совершения ДТП. Многие аварии случаются и по причине технической неисправности автомобилей. Напомним, что существует законодательно утвержденный перечень технических неисправностей, при наличии которых эксплуатация транспортных средств запрещается. Кроме этого, с некоторыми неисправностями запрещено даже дальнейшее движение. Хоть сводки ДТП представляют собой простые, порой даже сухие цифры, не стоит забывать, что творцами этой самой статистики являются обычные люди. Только в наших с вами руках обеспечить максимальную безопасность себе, своим близким, а также тем, кто по чистой случайности может оказаться рядом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!